Национальная сборная приехала после чемпионата России. Этот турнир выдался поистине непредсказуемым. Ни один из фаворитов не выиграл схваток. Поэтому основной состав сборной России по борьбе пополнился большим количеством новых спортсменов. На сегодняшний день обновленная команда усиленно готовится к универсиаде, которая пройдет в Казани. А так у нас задача стоит, что касается универсиады. Минимум три золотых медали стоит. Максимум четыре, если будет, это будет очень хорошо из семи категорий. Но я думаю, что родные стены нам должны помогать. Тренеры сборной возлагают на своих подопечных большие надежды. Подготовка проходит в обычном режиме. Сегодня у спортсменов игровые тренировки. Всю команду разбили на две группы. Первая играет в баскетбол, а вторая тренируется на футбольном поле. Тренеры сборной отмечают удобство и компактность расположения спортивных объектов отеля «Весна». Лучшей этой базы в России нет для учебно-тренировочного процесса. Созданы все условия, люксовые номера, одноместные номера. Ребята, вы видите, как зал, шесть ковра с конденсионером, поле искусственное. Все создано. Для учебных тренировочного процесса все создано. В рамках сборов основного состава национальные команды планируется провести встречу в пресс-центре «Весна». Выдающиеся спортсмены пообщаются со студентами и школьниками Сочи. Основная цель этих встреч – пропаганда здорового образа жизни. За три года существования пресс-центра в его стенах прошли десятки круглых столов, встреч и конференций. На его открытии в 2010 году присутствовало много гостей, в том числе и делегация депутатов Государственной Думы во главе с Игорем Шуваловым. На открытии также присутствовал и нынешний старший тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Магомедов, который отметил важность пресс-центра «Весна». Были в числе приглашенных гостей и на самом деле очень много, можно сказать, исторических событий здесь подписывают договора, встречаются круглые столы. Это все делается для того, чтобы объединять людей. В Сочи спортсмены пробудут до 8 июля, после чего сразу отправятся в Казань. Всемирная универсиада пройдет в Татарстане с 6 по 17 июля. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.